Дорогие друзья, итак, наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». И я приглашаю к микрофону автора программы. Иван, добрый день. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что ж, слово сегодня вам, Сергей. У нас остался без голоса. В эфир выходить без голоса никак, поэтому будет держаться эфир сегодня на вашем голосе. Прошу вас, о чем сегодня будем говорить. Благодарю вас. Ответственность высокая, но постараюсь справиться. Сергею, я думаю, от лица всех слушателей, от своего лично, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и возвращения в эфир. И даже, надеемся, с хорошими новостями. Ну, я же снова поздравляю вас, пусть с уже миновавшим Новым годом, но так или иначе, праздник все еще актуальный, я надеюсь. И повторять уже все пожелания не буду, а сразу перейду к делу. Поэтому привычно благодарю парену Волокову за помощь в подготовке выпуска. И сегодня для начала давайте с вами попробуем рассмотреть некоторые возможные события, тенденции года наступившего уже. Чего нам от них ждать и к чему они могут привести. Конечно же, я понимаю, что уже первая же неделя года, то есть та, которая началась только что, может все наши представления и все прогнозы перевернуть, исправить или наоборот загубить и так далее и тому подобное. Но я пока ничего как раз не буду говорить про события этой недели. И хотя понимаю, что это сложно, но попробую выстроить такие некоторые направления политики, прежде всего в Соединенных Штатах, но и не только. С моей, естественно, точки зрения, которые будут, конечно, зависеть от того, что произойдет завтра, послезавтра, да. Но, тем не менее, которые в любом случае останутся с нами, никуда мы от них не денемся. Поэтому, ну, прежде всего, еще раз вынужден повторить вывод прошлого выпуска, а именно, что год минувший стал успешным для, прежде всего, левых сил и либерального эстеблишмента. И что они сдаваться не собираются, а будут и дальше нас душить разными мутными соглашениями международными, возвращением в разные, никому не нужные, опасные сделки. И плюс, к тому же, добивать всех нас локдаунами. И никуда это не денется. Но, тем не менее, надо пытаться им противостоять. Что касается локдаунов, мне вспомнилось, мне тут высказывание моего любимого Томаса Сойла, который говорил, что любому либералу, который предлагает вам какие-то решения, проблем, если помните, я вам рассказывал, что вообще вся эта история с локдаунами, она Сойловскую систему оправдывает. Но сегодня немного другое. Сойл говорил, что любая программа, ее правительственная и леволиберальная, разрушается тремя вопросами. Это по сравнению с чем, какой ценой и насколько у вас твердые доказательства. Если мы посмотрим с вами на то, что нам навязывали в прошлом году, то ни один из этих трех вопросов, заметьте, сторонники локдауна вам на него не смогут ответить, что само по себе ставит крест на всей этой политике. Но, увы, она никуда не денется, а в случае победы, сами знаете кого, все это только продолжается. В Соединенном Королевстве уже, видимо, сегодня уйдут на локдаун, если не будет волнений, они могут быть. Но к Соединенному Королевству мы вернемся. Что касается Соединенных Штатов, то в прошлый раз тоже, мне придется постоянно возвращаться к прошлому выпуску, но так как мы сегодня с ним связаны, то еще в прошлый раз я вам говорил о том, что в течение всего 2020 года были серьезные успехи, к сожалению, у левых, и то, что произошло в ноябре, это лишь точка в их действиях. Но одна из самых серьезных их побед, это то, о чем предупреждали нас консерваторы еще в 50-е годы. Тогда ситуация немного отличалась, и я тоже попробую вам показать, объяснить, в чем это различие, но суть проблемы на самом деле та же самая. А консерваторы той поры, они говорили, что, в принципе, власть исполнительная, которую возглавляет президент, она по сути своей, так или иначе, связана с либералами, с либеральным эстеблишментом. И президент, он, в силу того, что вращается в основном в элитных кругах, будь то внутри Соединенных Штатов или за пределами, так или иначе, президент, он должен, к тому же, при выборах охватывать максимальное количество граждан, и в том числе людей со взглядами вроде бы либеральными. И поэтому, так или иначе, президент, он неизбежно оказывает какой-то крен в его политике, в его действиях в сторону либерализма. Это неизбежно. Что же касается Конгресса, то конгрессмены, сенаторы, они больше укоренены в реальность, они больше общаются с людьми, они больше связаны с бизнесом, с тем, что, так или иначе, с избирателями, и с тем, что, так назовем, более приземленное и более прагматичное. И, таким образом, Конгресс, по сути, своей более консервативен. И он должен выполнять роль того, что сковывает президента. Помимо этого, продолжаем эту тему, что пока внутри каждой партии существуют в том или ином виде консерваторы и либералы, то вот вся эта система постоянного противодействия, сдержка противовесов, она работает. Но, как только партии начинают сильно расходиться в идеологическом плане, и одна начинает представлять консерваторов, другая левых либералов, то автоматически главным призом становится президентский пост, а так как президент, исходя из того, что я вам уже сказал, он в той или иной степени подвержен либеральному истеблишменту, ему приходится с ним иметь дело, и он более либеральный должен быть, то получается, что разделение по идеологическому признаку и приоритет президентства – это автоматически победа либералов, и это автоматически серьезное поражение даже не консерваторов, а американской системы. Естественно, время внесло свои коррективы в эту позицию, в эту теорию, и сильное поливение Конгресса в 70-е, и, с другой стороны, появление консервативного президента, каким был Рейган, показало нам, что все не так просто. Но, в принципе, сама по себе идея, она, как, в общем-то, все, что говорили консерваторы, отцы-основатели консервативного движения, она смысла-то не утратила. Потому что, действительно, ненормально, когда две партии так расходятся, и это приводит к расколу в обществе, да еще, когда одна начинает представлять заведомо антиамериканские взгляды, вы понимаете, что я сейчас говорю про демократов. И, действительно, что президент, ну, не может быть в таком обществе, как американское, президент не самодержит ни в коем случае, и его избрание не может быть событием, чтобы за ним весь мир следил, как то, от чего про судьбы мира будут решаться. Поэтому, конечно же, все мы, да, рассчитываем, что останется тот, кто консерваторам больше подходит, потому что консервативную политику так или иначе выполняет. Но, конечно же, вне зависимости от того, что случится в ближайшие дни, надо стараться консерваторам вернуть то, о чем предупреждали нас основатели движения. А именно, что консервативный конгресс, хотя это сделано все сложнее и сложнее, учитывая приток нелегалов и круга, которые голосуют за социалистов и иже с ними, приток таких никуда, его не пресечешь, к сожалению. Но, как бы то ни было, консервативный конгресс, который тормозит либерального президента, это то, что нам сейчас нужно. Особенно, если произойдет то, чего мы не хотим, но что вполне реально. И к этому надо вернуться, и эту победу у либералов надо отобрать. Я не думаю, что, возможно, поправение демократов, хотя в идеале было бы вообще их вытеснение из американской политической жизни, и чтобы республиканская партия разделилась на, так скажем, более умеренную и консервативную, это было бы более разумно и называлось бы как-нибудь по-другому. Но это, к сожалению, не тоже пока маловероятно, и вряд ли мы это увидим в ближайшем будущем. Но, как бы то ни было, Конгресс должен все-таки выполнять свои консервативные функции, а никак не наоборот. Этого надо добиваться. Что касается самой республиканской партии, то, если Трамп президентом остается, я все-таки эту возможность не буду до последнего исключать, естественно, то у нас с вами будет один путь развития, ну, скорее всего, будет продолжаться то, что мы с вами видели. Хотя ряд либеральных уступок, Трамп, он их тоже делал, не будем уж этого отрицать. И его, то, что он, ну, тут были разные причины, но, тем не менее. Ему надо предпринимать все попытки для того, чтобы госрасходы, конечно же, сокращать. Это ненормально, то, что они так выросли за его президентство. Но, если все же происходит у нас вариант негативный, то мы с вами увидим, безусловно, борьбу за лидерство в республиканской партии. И у нас с вами намечаются уже три силы. Это нева-трамперы стеблишмент. Это, так скажем, собственно, они и есть. Я их называю пост-трамповские консерваторы, но пока они еще трамповские консерваторы. То есть, те, кто был за президента. И есть сила, которая себя полагает, так скажем, средней. Но это консерваторы, которые Трампа терпели и которые теперь, естественно, попытаются сыграть роль примиряющей силы. В этом плане, конечно же, нельзя допустить, чтобы Нева-трампер и представители истеблишмента опять вышли на ведущие роли, потому что в 2024 году Ромни в качестве кандидата в президенты нам совсем не нужен. У нас есть Ноум, у нас есть Десантис, и в последнее время активизировавшийся Круз поуказывает нам на то, что и он на самом деле может вернуться и вернуться весьма и весьма эффектно и стать очень и очень серьезным кандидатом в 2024 году. Есть люди, они, например, сконцентрированы вокруг National Review журнала, который теперь не столько консервативный, сколько республиканский. Есть тот самый Джон Болтон, для которого нынешний кризис, возможность себе вернуть тоже ведущую роль в республиканской партии, которые будут пытаться Нева-Трамперов и трамповских консерваторов объединить и, ну, естественно, полагая себя лидерами. При всем своем уважении к Болтону оно никуда не делается. Я полагаю, что из этого, наверное, ничего все-таки не получится, потому что, когда хочешь угодить всем, обычно получается, что тебя отторгают и те, и другие. И трамповские консерваторы Болтону не простят его конфликт с президентом, а Нева-Трамперы не простят то, что Болтон в команде президента работал и был одним из первых, кто его поддержал в 2016 году. Поэтому серьезно рассматривать перспективы примирения вот этих вот двух крыльев, ну, пока сложно. Это не очень хорошо, потому что может возникнуть серьезная грызня в Демпартии, слава богу, между социалистами и тамошним эстеблишментом, а там тоже такой конфликт уже намечается. Но они-то грызутся нам в удовольствие и в радость, а конфликт в партии республиканской, который может возникнуть, от него проку никакого не будет. Тем более Трамп, естественно, вне зависимости от того, кем он станет уже совсем скоро, он примиряющей фигурой не выступит точно. Дальше будет тем, кто так или иначе, вокруг которого будут собираться сторонники, которые будут резко противостоять его оппонентам. Но в случае все-таки его выбывания, чего нам всем не хочется, ну что мы должны иметь в виду, разумеется, надо сходить из того, чтобы республиканская партия делала ставку на консервативных кандидатов. Я их назвал, и я очень надеюсь, что так и получится, что все-таки они будут на первых ролях. Если мы с вами отвлечемся от внутрипартийной борьбы и от теоретических проблем, которые важны, кстати говоря, хоть они и теоретические, так как они потом переходят в практические, я про взаимодействие Конгресса и исполнительной власти, то, да, две главные проблемы, которые останутся, я не буду сейчас говорить про внешнюю политику, но внешняя политика – это важно, но здесь, если Трамп остается, то все нормально, во внешней политике у него все более-менее. Если Байден приходит, то здесь все плохо, и я уже про это говорил, не буду повторяться. Нужно просто изо всех сил хоть как-то пытаться ему противостоять, всеми силами. Но два направления, где хоть что-то надо предпринимать вне зависимости от того, кто останется, кто станет или останется в Белом доме, кто придет или останется в Белом доме, это средства массовой информации и образование. Потому что, ну, Голливуд производит впечатление уже совсем конченого места, и там я не вижу, как его можно реанимировать. Про средства массовой информации мы говорили, я не буду полностью повторяться, но скажу, что сейчас надо изо всех сил консерваторам напирать и активнее свои позиции высказывать, так как Fox News себя показал не с лучшей стороны. Но, тем не менее, все возможные способы раскрытия, все возможные способы представления своей позиции надо использовать, так как, если Трамп остается, то надо объяснять, что никакого переворота не случилось. Произошло просто в рамках противостояния фальсификации выборов, и это нормально. Если Трамп проигрывает, то, естественно, нужно усиливать атаку на победившего, в кавычках, президента. Так что здесь никуда не денешься, а средства массовой информации это важное орудие. С образованием здесь ситуация куда более сложная, и найти какие-то пути укрепления консервативных позиций там сложно, если ДЭВОЗ остается, то, да, дальнейшее развитие ваучерных школ или школьного выбора, оно что-то еще может нам принести. Но если приходит Байден со своей публикой и учительскими профсоюзами, то тут, конечно, сами понимаете, как выручать образование я руками развожу, хотя к проблеме образования мы еще вернемся во втором сегменте. Ну, в общем, что бы нас не ждало в ближайший месяц, в ближайшую неделю, борьба, она не прекратится ни в каком случае. Если Трамп остается, надо все равно биться за Конгресс, и чтобы Конгресс был консервативным, и чтобы Трамп следовал консервативной политике, и чтобы его победа не ставилась под сомнение. Если Трамп проигрывает, то необходимо противостоять победившим силам Демпартии и тем, что за ними идет, а ничего хорошего за ними не идет. Если мы с вами перенесемся за пределы Соединенных Штатов и посмотрим, что нам ждать от стран других, то в Азии Тайвань, конечно же, остается тем местом, за которым следить нужно, потому что там очень надеются, конечно же, что Трамп все-таки останется, потому что победа Байдена для Тайваня равносильно признанию того, что Китай их рано или поздно захватит, и скорее рано. В Японии будут выборы в 21-м году и, скорее всего, правящая, правая, либеральная, демократическая партия свои позиции сохранит, но как будут строить отношения с Китаем и Соединенными Штатами, но это очень большой вопрос. Пока они ждут и готовы нормально реагировать на любого президента. Другое дело, что, сами понимаете, нормальная реакция на Трампа, это будет означать дальнейшее укрепление Японии так или иначе. Нормальная реакция на Байдена будет означать то, что Япония так или иначе либо будет поддаваться Китаю, либо, наоборот, пойдет с ним на открытый конфликт и неизвестно, на чьей стороне будет Байден в такой ситуации. Если посмотреть на Европу, то здесь прежде всего я бы ваше внимание обратил на две страны, не, на три, но прежде всего, так скажем, сначала на две, а потом еще на одну. Уже в январе будут выборы в Португалии президентские. Про Португалию я редко говорю, но вот здесь за ними стоит последить. Скорее всего, выборы победит действующий президент Рубелла де Соуза, он представляет правоцентрическую партию местную и там он лидирует с большим отрывом. Вопрос в том, кто займет второе место. Потому что, хотя в Португалии все-таки основную роль играют парламент и премьер-министр, это социалист, к сожалению, но президент, у него есть некоторые весьма серьезные полномочия, например, он может парламент вообще распустить. Соуза на это вряд ли пойдет, конечно же, а вот кто займет второе место, даже хотя там огромный отрыв, но это будет своего рода показатель, какие все-таки интересы в Португалии преобладают. За второе место сейчас борется социалистка, антисемитка Анна Гомеш и представитель такой партии Шега, переводится как «хватит», я надеюсь, ударение не переврал, Андре Вентура. Вентура это человек однозначно правых взглядов, дружественный Израилю, насколько я мог, нашел про него данный сторонник консервативной политики и как раз яркий пример европейского, как раз посттрамповского консерватора. И если Вентура займет второе место, он ввел, сейчас вроде он отстает, что прискорбно, но тем не менее, это будет очень серьезное подтверждение тому, что эпоха Трампа, она вне зависимости, уже в сотый раз повторяют события этой недели, она никуда не денется, и Вентура и ему подобное, они еще в Европе могут порядок вряд ли навести, но пошуметь, так скажем. Поэтому следим 21 января, насколько я помню, выборы в Португалии, кто занимает второе место, это важно. Ну, а в Дании там все по-прежнему, вы знаете, мою любимую партию это Новые Правые за год, партия, напомню, создавалась всего в семнадцатом году, за год их состав увеличился более чем вдвое, если в начале двадцатого их было шесть, то и сейчас уже четырнадцать, и если это вам покажется мало, то, напоминаю, Дания не такая большая страна, это раз, а два для партии, которая образована в семнадцатом году, но уже сейчас набирает обороты и может вытеснить все остальные правые партии, она может их вытеснить такими темпами очень быстро, это радует, если же учесть, что у партии новых прав и направлений это евроскептицизм, низкие налоги, защита бизнеса, малого-среднего, поддержка Израиля и дружба с Соединенными Штатами, хотя Байдена они критиковали, кстати говоря, то это показатель того, что якобы в социалистическом раю датском спрос на правые идеи он весьма и весьма он присутствует и растет, и если уже в конце этого года новые правые попытались с другими консервативными партиями свалить социал-демократическое правительство, пока им это не получилось, но уже это указывает, что аппетит у партии хороший, и мы пожелаем им удачи. Ну, что касается Соединенного Королевства, то к нему мы, наверное, сегодня еще вернемся, но попозже, я вам только скажу, что не пугайтесь и не удивляйтесь, но этот год у нас, я вам уже про это говорил, я буду очень часто возвращаться к Северной Ирландии, этот год, год ее столетия, ее образования, и рассказывать вам о том, как это получилось, почему Северная Ирландия так важна для нас, как она связана с Америкой, с Израилем, и как все, ну, Ольстерцы, тут лучше говорить так, как Ольстерцы создавали Америку вообще, вот это как минимум раз в месяц, я в течение, а может и чаще, в течение года буду вам рассказывать регулярно, и думаю, вы поймете, почему это для нас важно. Но пока я умолкаю, так как, наверное, самое время на рекламу уходить. Спасибо, спасибо огромное, Иван, что вы следите сами за временем, когда нам уходить на перерыв, но я уверена, что во второй части программы у нас присоединятся наши слушатели, и они просто завалят вас звонками и вопросами, и я знаю, что подготовлены еще две темы, ну, посмотрим, как карта ляжет, как пойдет эфир и успеем ли осветить заготовленные темы. Ну, а я хочу от себя вам сказать огромное спасибо за то, что вы еще тоже не ставите точку, и я имею в виду, не называйте Трампа пораженцем, в том, что случилось немыслимо, с 3 ноября нас все еще держат в подвешенном состоянии, но я рада, что я не одна такая у нас на радио, кто верит в то, что все еще может измениться. Ну, что ж. Ну, извините, я скину, есть еще одна датская партия, такая тоже правая, но поменьше, называется жесткая линия, они вчера в Твиттере поставили портрет Трампа с подписью он все еще президент. Потрясающе, ну, я загляну, обязательно загляну, чтобы посмотреть и размещу у себя на страничке, вот это мне очень даже по душе. Ну, что ж, уходим на перерыв, а потом продолжим. И мы возвращаемся во второй сегмент программы «Час Ивана Денисова». У микрофона автор, телефон прямого эфира 847-400-5200. Ну, Иван, как я и говорила, сразу же начались звонки, загорелись линии. Принимаем? Да, конечно. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Иван, у вас язык болтается. Так, это вы, товарищи. Спасибо, у вас тоже. Ну, зачем мне про это рассказывать? Болтайте дома, меня не отвлекайте. Принимаем следующего звонящего. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие ведущие, с Новым годом вас. Спасибо, взаимно. Спасибо, взаимно. Спасибо. Иван, скажите, пожалуйста, вот вы полагаете, что в 2024 году у республиканцев и консерваторов будет возможность баллотироваться, ну, хотя претендовать на Белый дом. Если вы внимательно ознакомитесь с планами Байтона, то я думаю, что у республиканцев даже через два года очень мало будет шансов на что-либо претендовать, потому что он будет легализовать там 12, от 12 до 25 миллионов нелегалов по этой Рико и Колумбия это самое тоже войдет на наш ДСИК, там тоже уже два сенатора из каждого штата будут лишними, вот, и паритет будет не в сторону республиканцев, и к тому же если вот послезавтра мы не разоблачим этих демократов, то эта система компьютерного доминиона и миллионы-миллионы мерзлых душ будут постоянно менять ими частью нашей избирательной системы, как это у вас происходит в России и в Китае и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот последний бой будет послезавтра если республиканцы не отстоят, а на самом деле быть Трампа, то я не думаю, что в ближайшие сто лет у них будет возможность вернуться к власти. Спасибо. Спасибо вам. Но я то же самое говорил на самом деле, если вы вспомните, когда описывал еще в ноябре, в октябре перспективы победы Байдена. Но просто понимаете считать, что вот все конец, надежды нет и нам всем финиш, а он всем нам, а не только вам, поверьте мне. Но так нельзя. уж не обессудьте. Находили способы выбираться из самых диких ситуаций, будет тяжело, и да, я не спорю, если послезавтра произойдет, о чем вы сказали, но капитулировать не стоит в любом случае. Борьба не может прекращаться ни на минуту. И не должна. Иван, у нас следующий звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Иван, вот вы говорили, что вы работаете преподавателем английского языка. Я не склонен делать вам комплименты, просто хотелось бы узнать, откуда у простого преподавателя английского языка такие фикопедические знания. Я буду очень рад. Спасибо. Как вам сказать? Просто, когда мне что-то интересно, я стараюсь в эту тему вникнуть как можно глубже. А язык мне в этом помогает. Я очень жалею, правда, что я не могу так же хорошо, скажем, в израильские темы вникать, потому что мне тоже это интересно. Или вот в ту же самую датскую систему. Но, с другой стороны, Америка такая кладезь неисчерпаемая, что мне хватает того, что я узнаю про Америку, поэтому я уверен, я еще много чего узнаю интересного. Спасибо вам. Иван, ну что ж, вот после этих звонков, я думаю, что сейчас сделаем небольшой перерыв для звонящих. Первому звонившему Боре Танконогову нижайшая просьба, пожалуйста, больше к нам не звонить. Я не Сергей Зацепин, я отключаю на раз, дискутировать с вами не буду, поэтому к нам больше не звоните. На телефонную станцию я обязательно сообщу ваш номер телефона, чтобы они вас от нас оградили. Ну, а у нас следующая тема этой программы это образование по Джо Кларко. Наверное, подойдем к этой теме. Совершенно верно. Тут, с одной стороны, мне бы, конечно, хотелось сегодня, чтобы был выпуск такой более радужный, все-таки первый в Новом году, и чтобы преобладали темы приятные, но, вы сами понимаете, это делать сложно. И, поэтому здесь такая тема немного с траурным привкусом, но, увы, я все-таки ее коснусь. Дело в том, что перед самым Новым годом умер Джо Кларк. Многие из вас про него, может, слышали, может, видели даже фильм 89-го года «Лин он ми», он назывался с Морганом Фриманом, потому что в 80-е годы, когда, вопреки легендам левых, на самом деле черное население при Рейгане довольно сильно поднялось. Вот Джо Кларк был одним из тех людей, кто поспособствовал тому, что вне зависимости от его взглядов про них мало пишут, и, слава богу, он был учителем, в этом случае его взгляды никого не должны интересовать. Но Джо Кларк был тем человеком, который привнес в образование, собственно говоря, образование, и то, что уже 80-е, сейчас это приобрело совсем катастрофические масштабы, но то, что уже в 80-е было очевидно, а именно когда ученикам позволяли делать черт знает что, ученикам позволяли не учиться исследовать каким-то безумным левым программам, это уже тогда было, еще мой любимый Том Мусовил об этом писал. Ну вот Кларк, который получил образование сам, который успел побывать военным инструктором, что ему пригодилось, он отправился в Нью-Джерси, он работал в школу, Паттерсон, самая знаменитая школа, где он работал, потому что школа считалась совершенно катастрофической, а придя туда, Кларк ее сделал, ну, я не скажу, что образцовой, так не бывает на самом деле, но, по крайней мере, он сделал ее функционирующей, и что для этого он предпринял, он просто-напросто указал, что школа существует для двух дел, это дисциплина и образование, все остальное не важно, поэтому, если студент, ученик позволяет себе хамить, позволяет себе заниматься торговлей и наркотиками и так подобными делами, то есть, мешать образовательному процессу, то никого не интересует, из какой он семьи, какие у него проблемы, что там общество ему должно или не должно, раз он пришел в школу, он должен учиться, если он этого не делает, до свидания, дверь вон там, поэтому, уважаемый юный хулиган, даже неуважаемый, выйди и не возвращайся сюда, и исключено, Кларком было, по-моему, около 300 человек из его школы, но школа стала работать, учителя стали работать, а не бояться того, что им уроки будут срывать, ну, насколько учителя были правых или левых взглядов, я вам тоже не могу сказать, это не важно в данной ситуации, и я прекрасно понимаю, вы можете сказать, что чрезмерные дисциплины это тоже плохо, и что, когда школа левая, там железные законы, это может привести к дурным последствиям, но в случае с Кларком-то мы видим, что у него все заработало, и хоть как-то стали улучшаться и показатели, дети стали ходить в школу и действительно получать этого какое-то удовольствие, а сам Кларк, это принципиальный момент, ему нравилось то, что он делает, ну, обошли весь мир эти фотографии знаменитые, где он ходил с бейсбольной битой или с мегафоном по школе, но с битой он ходил не потому, чтобы бить кого-то на самом деле, а это был символ, что либо ты побеждаешь, либо выбываешь, такая бейсбольная ассоциация, и, но тем не менее, это, конечно, рассмотрелось эффектно, но сам такой подход, он себя полностью оправдал, оправдал настолько, что Кларк стал действительно легендой, хотя либералы его проклинали, да, вроде бы радоваться надо, черный директор сделал школу нормальным работающим организмом, но, естественно, его обвинили в том, что вот он не хочет понимать и так далее и тому подобное, хотя, чтобы понимать, еще раз говорю, школа, она для того, чтобы там учились и не мешали другим детям учиться, и Кларк этого добивался, более того, Кларк даже получил приглашение в администрацию Рейгана в 80-е, но он отказался не потому, что у него были какие-то проблемы по поводу Рейгана, а потому, что он слишком любил свою работу, и нескромно замечу, что я на самом деле его понимаю, если в школе дела идут и с детьми контакт налажен, то менять это, даже если это школа тяжелая, то менять это на бюрократическую работу, ну, это правда тяжело, поэтому Кларк работал там довольно долго, потом он еще возглавлял центр для помощи малолетним преступникам, в общем, как видите, человек действительно делал то, что учители должны делать, поэтому сегодня, когда мы читаем, что профсоюзы учителей требуют курсов по поддержке Black Lives Matter, по притеснению, по унижению каких-то там меньшинств, по трансгендерным каким-то еще, ну, вы поняли, о чем я говорю, то понимаешь, что Джо Кларка сбитый с мегафоном очень и очень серьезно не хватает, но, увы, Кларку уже и лет было много и слава богу, что он прожил так долго, уже за это мы должны быть ему благодарны, что он спасал американское образование сколько возможно, и мне все-таки хочется надеяться, что, ну, какое-то его наследие сохранилось, и что учителя и директора школы, которые хотят, чтобы дети, молодые люди, как угодно называйте, каких возрастов, учились и знали, что такое элементарное правило поведения, потому что, я еще раз говорю, нас всех пугает, да, понятие дисциплины в школе, а научить подростка просто тому, как себя вести в обществе других, в обществе старших, в обществе, наконец, противоположного пола, это, на самом деле, очень полезное качество, и для того, собственно говоря, администраторы и нужны, и Кларк это прекрасно понимал. Как сейчас, я не знаю, опять мы возвращаемся к нашей неизбежной теме, если Байден свою публику приводит в Министерство образования, то, что будет с американским образованием, мне тоже страшно себе представить. Но, все же, давайте, я не буду злоупотреблять здесь и сгущать краски, давайте надеяться, что Кларк будут помнить, что учителя и директора, которые его, с ним его помнят, так или иначе, с ним соприкасались, будут его уроки, и в прямом, и в переносном смысле, воплощать в жизнь, в Европе, где ситуация, казалось бы, тоже плохая, мы все-таки видим с вами, что опять Дания в тех самых новых правах, из четырех лидеров двое, они сами учителя, значит, все-таки можно сохранять право и взгляды, и при этом быть успешным учителем. Ну, а про себя, что я себя тут все-таки не скромно вставлю, уж не обессудьте, то, что у нас происходит в России с образованием, мне тоже совершенно не нравится, у нас тут свои проблемы, я уж не буду сейчас вас ими загружать, и главный из них это превращение школ в какое-то подобие унылого офиса, но так вам скажу, что пока я, пока меня в школе терпят, пока я там остаюсь, ну, я тоже постараюсь, чтобы тем студентам, тем, ну, ученикам все-таки, старшеклассникам, младшеклассникам, кто со мной общается, чтобы им было, по крайней мере, интересно, и чтобы школа, которая дает знания и заставляет людей думать прежде всего, и при этом понимать, как относиться к окружающим, к себе и к старшим, ну, чтобы вот эта школа, она все-таки сохранялась, так что от себя могу вам это обещать, ну, повторяю, пока меня в школе терпят, это меня радует, дети вроде терпят точно, ну, администрация, надеюсь, тоже. Вот так что, вот на этом умеренно-оптимистическом моменте я завершу этот сегмент, если звонки, то тогда с удовольствием отвечу, если нет, то последний, наверное, наш на сегодня фрагмент. Иван, на самом деле звонки были еще, как только вы начали тему, я попросила слушателей перезванивать, но вот сейчас дозвонилась к нам слушательница, предлагаю принять звонок. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я, во-первых, не расслышала фамилию, новый ведущий, временный, но очень хороший, потому что мне нравится вот такой деловой подход к идиотам. Это первое, спасибо вам, и второе, у меня такой вопрос к Ивану. Иван, можете вы как-нибудь подготовить такую передачу по поводу давотских этих, как это сказать, в общем, короче говоря, открытый заговор о том, что еще, ну, короче говоря, вы понимаете, о чем, да, о переделке мира. Да, извините, я вас сразу перебью, а я про это рассказывал две недели назад. А, хорошо, я тогда, я найду тогда. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Это право иметь в виду великую перезагрузку, вот это все, Да, 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 ага, я найду. Да, я про это рассказывал. Хорошо, теперь у меня такой вопрос, много чего слышно вот эти все дни и даже недели и даже от некоторых месяцев, как ни странно, о якобы или не якобы предательстве Пенса. и что, например, вот этот вот Ли Вуд, адвокат назвал его волком в овечьей шкуре и так далее, и так далее, и много там имеет под собой почву, многое что, поэтому, что вы по этому поводу можете сказать? Да, спасибо, это сложный вопрос, но тоже давайте сразу с вами разграничим понятие. Пенс сильный консерватор, Пенс достойный человек, но Пенс не боец, и если вы вспомните, что он на посту губернатора сдался, когда там была эта знаменитая история с туалетами, и, да, для всех этих неразбери, поймешь у кого какой пол, и он не стал ничего особенного предпринимать, чтобы им дать по мозгам, то уже это был показатель того, что этот человек, он, ну, повторяю, сражаться до последнего он не будет, поэтому сейчас он, я думаю, как и многие республиканцы, все же, к сожалению, уже исходит, наверное, из того, как бы ему из этой ситуации выйти с наименьшими потерями, и сражаться он не будет точно, Круз будет, он и против Трампа, вы помните, до последнего бился, а теперь будет за Трампа биться до последнего, Круз он такой, Пенс, нет, это человек партийный, это человек, который будет стараться конфликта избежать по максимуму, я бы все-таки не советовал вам слишком против него как бы держать это против него или его из-за этого возненавидеть и так далее, понимают неприятно, но с самого начала было понятно, что Пенсетт говорит, не боец, достойный человек, такие бывают, заслуживают уважения, но когда надо вцепляться в горло или в какой-то другой жизненно важный орган врага, тут нужен Круз. Иван, спасибо, спасибо огромное, слушатель звонил, но не дождался, но в то же время, я так думаю, что еще осталось порядка семи минут и третья тема Великобритания освобождается от ЕС, давайте, наверное, к этой теме, а если не хватит времени, то продолжим уже тогда в следующем выпуске. Да, совершенно верно, я, если честно, так специально и примеривался, что начать сегодня, а закончить в следующий раз, тем более, что это позволит мне перейти уже к первому моему рассказу про Северную Ирландию и про Ольстер. Дело в том, что с одной стороны Великобритания наконец-то вырвалась из ЕС, но подчеркиваю, именно Великобритания. Мы с вами помним, что полное название страны это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Но, так как вот получилось из-за, к сожалению, ряда действий премьер-министров достойных вроде Тэтчер и не очень достойных вроде Блэра и еще при активном участии президентов не самых достойных, я имею в виду Клинтона, вот так вышло, что Северная Ирландия она оказалась слишком сильно привязанной к Ирландии, к обычной. И хотя жители Северной Ирландии, они считают себя гражданами королевства, они патриоты, гораздо большие патриоты, чем сами англичане в ряде случаев, но они вот брошены в той ситуации, что действительно Великобритания свободна, а из-за того, что вот существует ряд соглашений, которые, грубо говоря, пихнули Северную Ирландию в объятия Ирландцев, Ирландия из-за того, что Ирландия может участвовать в политической жизни, в экономической, а Ирландия осталась в составе ЕС, то получается, что из-за этого теперь у Северной Ирландии ряд экономических преград на пути торговли с Британией, и наоборот, им вроде бы проще теперь общаться с Ирландией обычной. И хотя экономисты и прочие говорят, что ну а что вы жалуетесь, у вас там теперь ряд возможностей уворачиваться от каких-то пошлин, налогов и так далее, все еврейландцы говорят, не надо нам такого, мы патриоты, мы голосовали там не большинство, но тем не менее юнионисты голосовали преимущественно за Брекзит, мы хотим освободиться от Евросоюза, нам Ирландия это не нужна, мы преданы трону, мы преданы королеве, королю, кто угодно, власти, мы считаем себя частью королевства, не нужны нам все эти ваши экономические подачки, но пока вот ситуация такая, что хотя мы можем поздравить Великобританию, да, избавились, и слава Богу, но радоваться я бы не стал, вы все знаете, и сегодня я вам об этом напомнил, что я с огромным восхищением отношусь к Ольстерцам, удивительные люди, удивительное место, и буду вам про него рассказывать, но вот сейчас они мрачно шутят, что нас пытался предать великий премьер Черчилль, был такой, тоже про это расскажу, нас предала великая премьерша Тэтчер, это соглашение 85-го года англо-ирландская, а теперь нас предает Джонсон, который даже невеликий, то есть, увы, да, все у нас как-то обесценивается, и ситуация становится все более и более критической, да, нас, но уникальный, пусть даже порой и черный, ольстерский юмор северо-ирландский, тем не менее, позволяет им все-таки какую-то бодрость духа сохранить, и они вспоминают еще эпоху десятых годов, когда казалось, что их отдадут целиком в Ирландию, и вспоминают, что они выстояли тогда, вспоминают плакаты, а плакаты у них, если, да, знаменитая женщина с винтовкой, и подпись, меня бросили, но я справлюсь, и если мы вспомним с вами другую лозунг ольстерских лоялистов, я о нем часто говорю, но сегодня он тоже актуален, не сдаваться, но surrender, то вот давайте мы с вами под этим лозунгом и войдем в Новый год, и чтобы нас не ждало в ближайшем будущем, будем помнить, они не сдаются, они создавали Америку, о чем тоже у нас разговор впереди, и мы не сдадимся, так что к Ольстеру, к Северной Ирландии вернемся совсем скоро, вас я еще раз всех поздравляю, и тех, кто празднует Рождество Седьмого, поздравляю и с ним уже совсем близким, Александре огромное спасибо за защиту моих интересов, от не слишком воспитанных людей, и да, здесь умолкаю, всем вам всего хорошего, и до новых встреч. Спасибо вам огромное, Иван, большое удовольствие всегда слушать ваши программы, и с нетерпением будем ждать следующего выпуска. Ну что ж, до встречи уже после Рождества, с наступающим вас. И вас, до свидания. До свидания. До свидания.